Массовое помешательство. Кто угрожал расстрелять учеников Барнаульского 112 лицея? На культуру, как распределят 60 федеральных миллионов рублей? Всем миром, как зрители помогли парню из Новоалтайска пройти дорогостоящее лечение в Германии? Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Барнаулиц сообщил по телефону, что расстреляют учеников 112 лицея. Накануне во время массовой эвакуации в школах и административных зданиях поступило еще одно сообщение с угрозами. Некий мужчина дозвонился в школу 112, высказал претензии к работе сотрудников правопорядка и пригрозил расстрелять детей. На место выехали сотрудники полиции, которые предприняли все меры предосторожности. К тому же звонок поступил на последнем шестом уроке, поэтому многие учащиеся уже покинули школу. Среди оставшихся, по словам директора Геннадия Гаврина, паники допущено не было. Телефонная угроза не подтвердилась. Телефонного террориста задержали в одном из баров индустриального района. Им оказался нетрезвый 35-летний житель Барнаула. Жители сел будут получать 25-процентную надбавку к пенсии, причем выплаты могут поступать и тем, кто проживает в городе. Главное условие – прописка в определенных территориях, но введения действуют с 1 января. Пенсионер получит деньги, если проживает в сельской местности. Его стаж работы не менее 30 лет на сельском предприятии, и сейчас он нетрудоспособен. Претендовать на надбавку могут и более 200 жителей Барнаула. К ним относятся в индустриальном районе это поселки Лесной, поселок Пригородный, поселок Новомихайловка, село Гласиха и станция Гласиха. В Ленинском районе это поселки Березовка, поселок Землянуха, поселок Коземная заимка, научный городок и село Ганьба. И в центральном районе это поселки Бельмесева, Борзовая заимка, Канюхи, Мохнатушка, поселок Плодобетонник, поселок Садоводов, Центральный, Черницк, Ягодная станция Лебяжья и станция Ползунова. Для получения доплаты пенсионеру необходимо только подтвердить статус проживания и рабочий стаж в пенсионном фонде. Автопарк снегоуборочных машин Барнаула пополнится на шесть новых коммунальных машин. Из городского бюджета на покупку техники выделят 50 миллионов рублей. Приобрести планируют два автосамосвала, три трактора и заливщик швов асфальтного покрытия. Машины купят в первом полугодии, сообщают в городском комитете по дорожному хозяйству. Отметим сейчас в арсенале дорожной службы города 375 единиц техники, 243 из них снегоуборочная, при этом изношенность парка почти 90%. Более 60 миллионов рублей направят к краю на поддержку культуры в этом году. Как сообщает официальный сайт правительства региона, около 27 миллионов рублей направят на ремонт и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры. Более 7 миллионов рублей выделят на поощрение лучших сельских учреждений культуры, их работников, подключение библиотек к интернету, комплектование библиотечных фондов. В этом году выберут 30 лучших сельских учреждений культуры, которые получат по 100 тысяч рублей, а 24 лучших работника по 50 тысяч рублей. Еще 10 миллионов рублей пойдут на поддержку муниципальных театров. Например, в Бийском и Рубцовском драматических поставят новые спектакли, приобретут дополнительное оборудование, в том числе впервые автобусы для гастрольной деятельности. Зрители телеканала «Наши новости» помогли парню из Новоалтайска пройти дорогостоящее лечение в Германии. Осенью мы рассказывали историю Жоры из Новоалтайска, который страдает пороком сердца. У 18-летнего Георгия было серьезное нарушение кровотока в правом легком, которое грозило ему ампутации органа. В российских клиниках парню отказались сделать операцию, помощь предложили в Берлинском кардиоцентре. На лечение Жоры собирали деньги по всему краю, в том числе наши зрители. За несколько недель семье перечислили около трех миллионов рублей. На днях Жора и его мама прилетели в Берлин. Сейчас парень проходит обследование. В конце недели врачи должны приступить к операции, которая сохранит ему легкое. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Реагируйте на погоду. В любую погоду лекарства «Гинкаум» способны устранить головную боль, головокружение, шум в ушах. «Гинкаум» в два раза дешевле аналога. Почувствуйте разницу. «Эвалар». Выгодная цена. Высокое качество по стандарту GMP. В краю облачно с прояснениями. По-прежнему морозно. В некоторых районах возможен снег. В Бийске, Рубцовске до минус 25, 22 в Белокурихе. В краевой столице пасмурно. Возможен снег и до 21 градуса мороз. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. Ну а у меня на этом все новости. До встречи.